Возвращение с отдыха в Анапе воспитанников проектов «Осагра. Детям России. Образование, здоровье и духовность. Дрозд» больше всего ждали, разумеется, родители ребят. Алексей и Анастасия Макаркины отправили в санаторий ВИТО свою дочку Варвару. Юной шахматистке 11 лет. Игру умнейших она осваивает с трех. Девочка впервые отправилась на юг. Родители поддержали и очень рады Заварю. Если честно, это очень круто. Это, знаете, до мурашек. Это уже в жизни выпадает такой джек-пот. Надо его использовать по максимуму. Обязательно нужно проводить. Желательно, чем чаще, тем лучше. Программа там вообще была шикарная. Посмотрели, следили в интернете, выкладывали преподаватели. И преподаватели молодцы. Да вообще мы завидовали. Мы тихо завидовали. Мы, наверное, за всю жизнь столько не видели, сколько оно за это время. Ждать Алексею, Анастасии и еще нескольким десяткам родителей пришлось недолго. На центральную площадь, как большой серый кит, заплыл автобус, из которого горошинами высыпались уставшие, но счастливые дети. Лариса Зуева высматривала в суете своего сына Артема. Он, по ее словам, каждое лето проводит активно. Но в этом году особенно. Я довольна. Это, во-первых, сплачивает ребят. Сплоченность появляется. Они узнают новых своих знакомых со всей страны. Он просто в восторге. Когда он мне звонил, у меня всегда слезы. Я очень рада за него. Маме Артем каждый день рассказывал о том, что смена в санатории ВИТО отличается от отдыха в обычном лагере. Здесь нет ни одной свободной минуты. Мастер-классы, профориентация, массовые игры и соревнования. А каким ярким и незабываемым получился фестиваль «Планета Дрозд. Будущее в детях». В течение трех дней ребята вместе с Загаром получали изрядную дозу знаний, спорта и развлечений. «Итог. Все очень хорошо. Это лето запомнил на всю жизнь. А дискотеки какие были, там отжигали по полной. Прям все чики-пуки было». Директор Балаковского Дрозда Фуркат Амиров каждого подопечного приветствовал или объятиями, или рукопожатием. А потом, по традиции, еще и словами благодарности наградил за хорошее поведение. «Балаковские ребят меня позорили, совсем здоровались. Все спрашивали, откуда ты ребенок? Балакова. Так что вам огромный низкопоплон за воспитание вашей семьи». В этом году в Виту благодаря Фосагра отправились 52 ребенка. Это рекорд. Ранее Дрозд возил на юг 30 своих воспитанников. Это дети, которые занимаются различными видами спорта в спортивных школах города, партнерах проекта. Причем родители юных чемпионов не обязательно работают на предприятии Фосагра. И потому получается, что эта поездка – очередной подарок компании. На этот раз юным балаковцам, который они не забудут никогда.